Солнце. Его яркие лучи питают почти все существа на Земле. Его сияющий диск поднимается, чтобы дать нам новую жизнь и новые возможности. Но у Солнца есть страшная тайна. Когда-нибудь оно омоет Землю огненным Холокостом? Можем ли мы найти новый дом в космосе? Или мы овладеем законами природы и создадим новую Землю, новую звезду или даже новую Вселенную? Переживем ли мы смерть Солнца? Сквозь Кротовую нору с Морганом Фриманом. Пространство, время, сама жизнь. Тайны космоса заключены в Кротовой норе. Сможем ли мы пережить смерть Солнца? Чтобы выжить в космосе, мы должны думать в категориях времени, превышающих жизнь человека. Ведь основная угроза нашему существованию проявится через миллиарды лет. Планета Земля — крошечная точка во Вселенной, и она в ужасной опасности. Солнце — огромный шар раскаленной плазмы, питающий жизнь, умирает. Наше время истекает. Когда я был ребенком, мы с мамой переехали из сельского Миссисипи в холодный многолюдный Чикаго. Переезд дался мне нелегко. Но тогда у меня не было выбора. Мы должны были ехать. Может, и всей нашей цивилизации когда-нибудь придется переезжать в новый дом. Питер Шрёдер — астрофизик, чья страсть к изучению звезд вроде Солнца увела его далеко от дома из небольшого городка в Германии в солнечный Уанавата, Мексико. В Мексике много солнца, поэтому древние поклонялись Солнцу как одному из ликов божества. Даже сейчас в стране ощущаются отголоски тех времен. Цвета домов отражают близость к Солнцу. Чем больше он изучает Солнце, тем больше чтит эту божественную силу. Ведь то же самое Солнце, что делает возможным жизнь на Земле, однажды может залить горизонт океаном огня. Примерно через 5 миллиардов лет на Солнце закончится водород, и оно начнет сжечь гелий, отчего температура ядра резко пойдет вверх, и звезда увеличится. Солнце поглотит Меркурий, спалит Венеру и окажется в опасной близости от Земли. Оно может даже поглотить нашу планету и уничтожить все вокруг. Мой коллега, изучающий космологию, пришел ко мне и сказал, «Я собираюсь выступить перед школьниками». Они всегда спрашивают, «Вырастет ли Солнце настолько, что поглотит Землю?» Я ответил, «Отличный вопрос, надо проверить на моих последних моделях». Питер был полон решимости найти ответ. Несмотря на то, что он использует сложные компьютерные программы, ядро модели можно слепить из глины, как и знаменитую керамику его новой родины. Чтобы понять, что происходит в космосе, нам нужно Солнце. Это Земля. Мы кладем ее сюда. Спасибо. Земля на своей орбите, а в центр чаши, она не скатывается благодаря центробежным силам. И это бесконечный процесс, если, конечно, что-то не нарушит этот баланс. Земля остается на орбите благодаря превосходному балансу между скоростью вращения вокруг Солнца и силой гравитации нашей звезды. Однако, стареющее Солнце начинает сжигать гелий, и сильнейший жар, производящийся в его ядре, сносит несколько внешних слоев, отчего Солнце теряет свою массу. Через 7,5 миллиардов лет Солнце потеряет треть своей массы и не сможет уже удерживать Землю. Можно это проиллюстрировать, увеличив скорость вращения. При более высокой скорости Земля переместится на большую орбиту. Мы обрадовались. Вот и решение. Земля выживет и будет жить вечно. Но Питер задался вопросом. Нет ли там иных факторов? Солнце — не твердый шар, а скорее масса эластичной глины, которая гнется и меняется, когда ее притягивают иные объекты. Так же, как Луна вызывает приливную волну мирового океана Земли, Земля может вызвать волну жидкой плазмы Солнца. Это меняет все. Мне понадобилось несколько лет, чтобы посчитать влияние приливной интерференции. Я занес данные в компьютерную модель и, о боже, Земля погружается в Солнце. Мы обречены. Через 5 миллиардов лет умирающее Солнце затянет Землю в свои огненные недра. Океаны, континенты, даже металлическое ядро Земли растворятся в горящей плазме. Все исчезнет. Сейчас это просто лицо в толпе. Но однажды астрофизик Грег Лаффлин может войти в историю как человек, спасший мир от гибели в огне. Мы с коллегами досконально изучали проблему, можно ли спасти Землю, обладая более совершенными технологиями. Как это сделать самым элегантным способом? Грег думает, что понял, как вырвать Землю из смертельной хватки Солнца. Но эта задача требует непревзойденного терпения и еще более невероятной точности. Вот модель Земли. Тут показана Земля в нынешнем положении относительно Солнца. Если Солнце будет расти, нам надо отодвинуть Землю подальше от него, чтобы гарантировать сохранение жизни. По задумке Грега, чтобы передвинуть целую планету в более прохладный регион космоса, понадобится фундаментальная сила материи, гравитационное взаимодействие. Этот магнит отлично демонстрирует силу гравитации. Он довольно слаб. Мне надо поднести магнит очень близко к Земле, чтобы возникла сила притяжения. По плану Грега необходимо извлечь 100-километровую каменную глыбу из пояса астероидов и послать ее на перехват Земле. Это будет идеальный гравитационный магнит. Если для передвижения Земли мы используем астероид, чья гравитационная сила сравнительно мала, нам придется при каждом обороте близко подходить к Земле, чтобы заставить ее сдвинуться на более отдаленную орбиту. Астероид будет летать кругами вокруг Солнечной системы, начиная с внешнего пояса астероидов, и проноситься мимо Земли каждые 10 тысяч лет. Каждый раз он будет мягко отводить Землю на 50 километров дальше от Солнца, удерживая ее на идеальном расстоянии, где не слишком жарко и не слишком холодно. Но у высокой цели спасения планеты высокие риски. Пролетая у Земли, астероид движется очень быстро. Важно, чтобы он не упал на Землю. Это приведет к полному уничтожению жизни на поверхности Земли. Миссия окончится неудачей. Нам надо провести астероид у Земли миллионы раз. И каждый раз все должно быть идеально. Каждый раз астероид должен проходить всего в 500 километрах от поверхности Земли. В любой момент столкновения с маленькими астероидами или космическим мусором может слегка исказить его курс, послав его на Землю, где он уничтожит все живое. Постоянная угроза гибели нашей планеты делает план Грега рискованный в крайней мере. Но сможем ли мы пережить смертельные выбросы Солнца, просто переместив в планету? Этот пионер НАСА считает, что мы можем изменить весь мир и сделать холодную красную планету по соседству нашим новым домом. Сквозь кротовую нору с Морганом Фриманом Сквозь кротовую нору с Морганом Фриманом Если наш дом будет уничтожен Солнцем, куда мы отправимся? В солнечной системе нет планет вроде Земли. Но сможем ли мы превратить скалистую планету в новую Землю? Сможем ли мы построить новый дом для человечества? Крис Маккейн известен как Индиана Джонс Насса. Но вместо хлыста и Федоры у него иное снаряжение для приключений. Как в ледяных водах Антарктиды, так и на пылающих песках пустыни Гоби. Мне нравится изучать экстремальные стороны жизни, ощущать, каково жить на самом краю. Это как загадка для детектива. Может ли там существовать жизнь? Как? Что она делает? Крис собирается в новое приключение, чтобы узнать, сможем ли мы выжить в условиях совершенно чужеродной среды. Поиск ведет его из дома в Калифорнии в экзотическую теплицу дальше по улице. Для жизни нужны растения. Растения – основа биосферы. Они производят кислород, которым мы дышим, еду, которую мы потребляем. Как сделать мир подходящим для растений? Так же, как здесь. Это теплица. Мы можем создать парниковый эффект на другой планете, перенося парниковые газы в их атмосферу. Крис считает, что тот самый парниковый эффект, ныне угрожающий стабильности климата, может поспособствовать созданию нового дома, когда человечество покинет Землю. Здесь у нас два мира в банке. Крошечные проекции всей планеты – почвы, воды, атмосферы. И как на реальной планете, тут светит Солнце. Здесь у меня маленькие таблетки карбоната. Если я разломлю их и опущу в одну из бутылок, то в одной из систем углекислого газа будет больше, чем в другой. Хотя обе системы получают одинаковое количество тепла, спустя 30 минут в бутылке с избытком углекислого газа температура на 7 градусов выше, чем в бутылке с простым воздухом. Причина в том, что парниковые газы вроде углекислого удерживают жар Солнца. Крис верит, что верная комбинация парниковых газов может быстро нагреть замерзшую планету по соседству. Марс – планета, которая выживет даже после сожжения Земли. Марс – холодное сухое место, минус 27 градусов по Цельсию, 6 миллибаров атмосферного давления по сравнению с тысячей на Земле. Гравитация равна третьей земной, а расстояние от Марса до Солнца в полтора раза больше, чем от Земли. Но эта холодная сухая планета может стать теплым, влажным миром. Крис рассчитал, чтобы согреть Марс, понадобится 4 миллиона метрических тонн парниковых газов. Гораздо больше, чем может быть перевезено с Земли. Но в 2008 году посадочный модуль «Феникс», проведя анализ марсианской почвы, показал, откуда можно взять эти газы. На Марсе можно произвести парниковые газы из элементов почвы и атмосферы, например, из перфтора углеводородов. Это молекулы углерода, присоединившиеся к фтору. Мы можем переправить туда небольшие заводы, добыть фтор из гор, углерод из атмосферы, создать перфтору углеводород и выпустить его в атмосферу. По плану Криса небольшая группа мобильных заводов размером с джип будет двигаться по поверхности Марса, поглощая Землю и превращая ее в парниковые газы. Эти газы повысят температуру всей планеты. По подсчетам Криса уже через 100 лет люди смогут перебраться на Марс, на котором идут дожди, а также бегут реки и растут деревья. Первые поселенцы на Марсе будут носить кислородные маски. Но через какое-то время растения изменят всю атмосферу, превратив воздух в пригодный для дыхания. Понадобится много времени, чтобы растения произвели достаточный кислорода. Но если это произойдет, мы сможем гулять без масок, как на Земле. Даже лучше, из-за меньшей гравитации мы сможем выше прыгать. Но переселение на Марс всего лишь временная мера, ведь после уничтожения Земли Солнце продолжит сжечь гелий еще 2 миллиарда лет, чтобы потом, истратив все запасы, превратиться в маленькую тусклую звездочку. Что тогда? Как спасти цивилизацию в ледяной темноте? У лаборатории по изучению Земли в Калифорнии есть ответ. Они в шаге от того, чтобы построить искусственное Солнце на Земле. Сквозь кротовую нору с Морганом Фриманом Сквозь кротовую нору с Морганом Фриманом Дни человечества, возможно, сочтены, ведь все, что мы делаем, нуждается в энергии, а почти вся энергия поступает от Солнца. Когда звезда умрет, нашим потомкам понадобится новый источник энергии. Эд Мозес, физик, инженер и администратор в Национальной лаборатории Лорис Ливермор в Калифорнии. Министерство энергетики выделило его группе 2 миллиарда долларов на строительство национального комплекса зажигания. Комплекс, завершенный в 2009 году, содержит 192 мощнейших лазера. Они могут уничтожить все в этой комнате. И да, он пытается завоевать мир. Национальный комплекс зажигания самый мощный в мире лазер, в сотни раз сильнее любого другого лазера. Мы хотим создать абсолютно самодостаточный, чистый источник энергии. Если план Эдос работает, этим он сможет снабдить энергией целый город. Энергии в этой воде хватит, чтобы на день снабдить энергией Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, города с миллионным населением. Какие великолепные перспективы. 365 стаканов воды энергия на год. Потрясающая мысль. За жизнь. При верных условиях атомы водорода в воде могут соединяться, превращая часть своей массы в чистую энергию. Такую же, как горит внутри Солнца. Внутри ядра мощная сила притяжения Солнца сжимает ядра водорода вместе. При слиянии протоны ядра водорода превращают 0,7 процента своей массы в энергию. Вроде немного. Но благодаря этому температура держится на уровне 15 миллионов градусов по Цельсию. На Земле мы не обладаем колоссальными гравитационными способностями Солнца. И не можем создать давление, достаточное для реакции синтеза. Поэтому команда Эда будет использовать гигантские лазеры. Они зарядят их, используя триллионный тонн энергии из электросети США. Доля этой силы зажжет лазеры. Гигантская же ее часть пойдет в лучи через ряд усилителей. В центральном отсеке насыщенные лучи лазера сольются в маленьком холодном цилиндре, содержащем крошечный кусочек замороженного водорода. На цель воздействуют лишь несколько миллиардных долей секунды. Но с силой больше, чем в тысячу раз превышающей общее напряжение электросети США в данный момент. Мы пускаем луч со скоростью в миллион километров в час. И цель горит лишь миллиардную долю секунды. За короткий выброс атомы водорода синтезируют новый элемент — гелий, выпуская потрясающее количество энергии. У нас интересная цель — получить больше энергии, чем мы вложили. Сомнительная, правда? В этой спичке в виде химического соединения скрыта энергия. Небольшим усилием, просто двинув рукой, я могу ее зажечь. Но если я зажгу все спички, то при небольшом выбросе силы я получу вот столько энергии. Я могу продолжать и создать огромное пламя. В этом и состоит наша цель. Если мы проведем синтез, то создадим Солнце здесь, на Земле. Если они добьются реакции синтеза, то крошечное искусственное Солнце произведет достаточной энергии, чтобы снова зарядить лазеры. И даже намного больше. Электростанция, построенная по этой технологии, может производить в 50, 100 раз больше энергии, чем нужно для заряда лазера. Это гораздо более энергоприбыльный процесс, чем химическая реакция. Поэтому реакция синтеза так интересна. Тут нет углерода, водорода немного, воды немного, а энергии хватит на весь мир. По всему миру идут другие эксперименты по синтезу ядер. Если не Эд, то кто-нибудь непременно принесет звездную энергию на Землю. Раскрыв энергию в атоме водорода, самого распространенного элемента во Вселенной, наши потомки получат энергию, необходимую для поддержания жизни после гибели Солнца. Но вся их жизнь пройдет под искусственным светом. Последний закат станет лишь размытым воспоминанием. Каждый раз, глядя на небо, они будут видеть миллионы других миров со звездами, как та, которую мы некогда знали. Что нужно, чтобы перебраться в новый космический дом? Жизни ни одного астронавта не хватит, чтобы долететь на современных ракетах до другой звезды. Но физики-теоретики, возможно, открыли новый способ реактивного движения. Настолько мощный, что может перенести всю нашу цивилизацию на любую звезду галактики. Шон Вестморленд математик и физик, который часто делает открытие не на рабочем месте. Часто надо просто отпустить то, над чем ты работаешь, перестать об этом думать. Если меня мучает проблема, я пишу песню или просто играю музыку. Шон размышляет над тем, как мы можем путешествовать к звездам. Это проблема энергоэффективности. Космический шаттл, поднимающийся всего на 300 километров над Землей, сжигает 2000 тонн ракетного топлива. У нас никогда не будет достаточно топлива, чтобы послать группу людей на другую звезду за миллиарды километров отсюда. Но благодаря знаменитой формуле Шон знает, что в материи заключено много, больше энергии, чем может быть добыто путем сгорания. По этой формуле, разработанной Альбертом Эйнштейном, все, что имеет массу, обладает энергией. Количество энергии равно массе, умноженной на квадрат скорости света, поскольку эта скорость света чрезвычайно высока, даже в небольшой массе содержится огромное количество энергии. Когда я сжигаю бумагу, продуцируется много энергии. Но таким способом я перевожу лишь одну миллиардную процента массы в энергию. Самым эффективным процессом создания энергии считается синтез водорода, в котором почти один процент массы топлива превращается в энергию. Но Шон с коллегами считает, что природа уже создала энергостанции с гораздо большей эффективностью. Чёрные дыры. В чёрной дыре почти 100% массы превращается в энергию. Эти гравитационные колодцы поглощают каждую частицу материи или света, которые касаются. Но они не совсем чёрные, поскольку поглощённые ими массы дают излучение. Лучшая теория о физических явлениях, квантовая физика, считает частицы колебаниями. И эти колебания могут пройти через ловушки, которых по-другому не избежать, даже если это горизонт событий чёрной дыры. Чем меньше чёрная дыра, тем более энергетически эффективно обратное излучение. Как будто реактивный двигатель выгоняет воду из сопла. Если сопло большое, выходящая вода не будет обладать высокой скоростью. Но при небольшом сопле энергия так сильна, что может сдвинуть катер. Шон рассчитал оптимальный размер корабля, питающего чёрную дыру. Если сделать его большим, силы излучения будет недостаточно. Слишком маленьким, и он прогорит через пару секунд. Мы посчитали, что чёрная дыра с массой в пару миллионов тонн станет отличным мотором для звездолёта. Два миллиона тонн — это масса нефтяного танкера. Чёрная дыра такого веса займёт в пространстве в 300 раз меньше места, чем протон. Эй, Шон! Капитан Дейл, как дела? Хорошо. Шон планирует привязать крошечную чёрную дыру к звездолёту. Постоянное излучение будет двигать корабль вперёд. Лучше всего подошло бы парусное судно, чей парус надувает ветер. Чёрная дыра производит излучение, которое, попадая на отражатель, движет корабль вперёд. Так может продолжаться до 100 лет. Если вам интересно, где в космосе найти чёрную дыру такого размера, то Шон предугадал ваш вопрос. Он рассчитал, что мы можем создать свою чёрную дыру нужного размера. Я вычислил, что высокоэффективная квадратная солнечная батарея со стороной в 160 километров и прочная круглая орбита на расстоянии в миллион шестьсот тысяч километров от Солнца смогут за год поглотить достаточной энергии для создания чёрной дыры. Солнечная батарея Шона зарядит высокомощные лазеры с гамма-лучами, которые выстрелят в точку концентрации, создавая микроскопическую чёрную дыру, переполненную излучением. Это источник топлива, ещё неизвестный человечеству. Звездолётные энергии чёрной дыры — это радость для капитана. Вы как будто везёте ветер с собой. Наши неэффективные ракеты пока лишь относили небольшие группы людей на Луну. Но Шон вычислил, что ряд двигателей из чёрных дыр может транспортировать миллионы людей на борту одного корабля. Постоянные толчки разгонят его до скорости, сравнимой со скоростью света. Но пассажирам не о чем волноваться. Чёрные дыры настолько малы, что не могут поглотить корабль. Мы можем пережить Солнце, переместив человечество на новую звезду. Как исследователи прошлых веков обнаруживали новые миры, новые континенты на Земле, будущие исследователи смогут путешествовать в новые миры за нашей Солнечной системой. Если мы поймём мощь чёрных дыр, то сможем стать поистине космическими моряками, передвигающимися от звезды к звезде. Но у каждой звезды есть конец. Астрономы считают, что однажды в будущем наступит миг, когда все звёзды в небе погаснут. Будет ли это концом человечества? Или мы построим новую Вселенную? Сквозь кротовую нору с Морганом Фриманом Сквозь кротовую нору с Морганом Фриманом Наши солнца умрёт, как и все звёзды в небесах. Когда космос погрузится во тьму, жизнь, как мы её представляем, станет невозможна. Но это не обязательно конец человечества. Возможно, мы создадим новую Вселенную. Энтони Агири космолог в Университете Калифорнии в Санта-Круз, в городе, известном своими художниками. Оставаясь верным местному духу, он изучает уникальный созидательный процесс, сотворивший наш космос. Вселенная — вот всё, что есть. Но современная космология придерживается иного мнения. Мы разбирали, как была создана Вселенная, как развивалась, и через это понимание мы пришли к мысли о том, что, возможно, это процесс многократный, что мы сможем создать не только эту, но и другие Вселенные. Энтони, как и большинство космологов, верят, что 13,7 миллиардов лет назад наша Вселенная образовалась, создав небеса, которые мы наблюдаем и поныне. Он также считает, что силы творения продолжают продуцировать бесконечное количество других Вселенных благодаря космическому механизму под названием инфляционное расширение Вселенной. Инфляционное расширение это процесс, в котором небольшая область Вселенной с очень высоким уровнем энергии приобретает свойства, при которых гравитация становится репульсивной. И эта сила антигравитации увеличивает Вселенную, почти как этот кусочек стекла, разрастающийся, в большое и гладкое пространство. Вселенная, начиная с чего-то беспорядочного и маленького, превращается в нечто большое и крупное. Если это так, то невероятный космос, который существует сейчас, начался с крошечной точки. По вычислениям Энтони, сырье, необходимое для начала процесса создания Вселенной, может находиться в наших руках. Оказалось, что для инфляционного расширения нужна масса всего 10 килограммов. Из этих 10 килограммов получается нечто огромное, что потом становится целой Вселенной. Конечно, вы думаете, если нужно взять всего 10 килограммов, то почему вы не пробуете? Энтони рассчитал, что любые 10 килограммов массы могут расшириться в новую Вселенную, если их правильно сжать и нагреть до 100 триллионов градусов. Сегодня самых высоких температур мы можем достичь в Большом Адронном коллайдере в Женеве, Швейцария. Крошечные частицы разгоняются почти до скорости света и сталкиваются друг с другом, повышая температуру до отметки в 100 раз выше, чем в центре Солнца. Но для создания новой Вселенной этого мало. Коллайдер должен иметь размеры солнечной системы. Можно представить, что в далеком будущем благодаря коллайдерам, ускорителям и экспериментам будут получены энергии, необходимые для расширения. В течение следующих нескольких миллиардов лет у последователей Энтони будет достаточно времени, чтобы построить коллайдер размером с Солнечную систему. Справившись, они смогут запустить реакцию расширения и создать параллельную Вселенную. Но есть одна проблема. К сожалению, даже если мы создадим новую Вселенную, нам все равно будет невероятно сложно переместиться туда. Мост, соединяющий нашу Вселенную с новой, будет бесконечно мал и нестабилен, выдержит всего долю секунды и исчезнет. Если бы мы попытались перейти на другую сторону, то наверняка бы оказались в черной дыре. Конечно, она была бы очень мала и нас бы не поглотила, но лучше ее не трогать. Сможем ли мы путешествовать в параллельную Вселенную? Новый дом с новыми звездами, которые будут светить много эрб, возможно, уже ждет нас. Ждет по другую сторону кротовой норы. И один ученый работает над тем, чтобы совершить это фантастическое перемещение. Мичио Каку, физик-теоретик и большой любитель научной фантастики. Его труды вскоре могут объяснить две эти сферы. Он подсчитывает, когда сможет совершить путешествие в новую Вселенную, выявляя, насколько продвинулась технология. все это выглядит декорациями к фантастическому фильму. Но в реальности это водоочистительный завод, один из самых больших и современных в мире, Нью-Таун-Крик. Сточные воды от более чем миллиона человек подвергают обработке, очистке и возвращают в океан. В некотором роде это памятник техническому прогрессу. Сегодня знания о науке и инженерии позволяют нам контролировать природные ресурсы целых городов. Для МИЧИО это знак того, что наша цивилизация подбирается к космическим категориям. Мы судим о цивилизации по уровню энергопроизводства. Первый тип цивилизации может овладеть планетарными формами энергии. Возможно, они контролируют климат, землетрясения, затем второй звездный тип. Можно играть со звездами, как то делала федерация планет в звездном пути. Затем вы начинаете передвигаться по галактическим тропам, становитесь галактической империей, как в звездных войнах. На каком мы уровне? Мы контролируем погоду? Путешествуем галактическими тропами? Нет, мы скорее нулевой тип. Но если приглядеться, то мы владеем энергией целых городов и наций. Технически говоря, мы на уровне цивилизации 0,7. Сейчас наша цивилизация может манипулировать обширными природными ресурсами, например, водой. Но чтобы добраться до иной вселенной, нам придется овладеть самым фундаментальным природным ресурсом – тканью пространства и времени. Поверхность воды представляет нашу вселенную. Все, что мы можем увидеть и ощутить, представлено на поверхности. А вот это мы. Заметьте, мы застряли на поверхности воды. Мы не можем покинуть вселенную. Мы плывем по материи пространства и времени. Однако, на дне может быть еще одна вселенная, поэтому нам необходим мост между двумя вселенными. Большинство физиков считают, что в природе возможно существование параллельных вселенных словно двух плоскостей воды. Но можно ли соединить плоскости, полностью отделенные друг от друга? Воду можно захватить в водоворот, соединяющий поверхность с дном. Физики вроде Мичио обнаружили, что по подобию водоворота космос может гнуться и искажаться, формируя проход между двумя параллельными вселенными. Проход под названием кротовая нора. Кротовые норы — это порталы, позволяющие перемещаться между двумя мирами, но они нестабильны. Для их стабилизации нужна субстанция под названием отрицательная энергия. Так же, как масляная эмульсия отталкивает воду, отрицательная энергия оттолкнет сам космос. Отрицательная энергия антигравитационна. Положительная энергия хочет разрушить нору, отрицательная удержать. Имея достаточное количество отрицательной энергии, можно пройти через кротовую нору. Вся наша цивилизация может перейти из одной вселенной в другую по кротовой норе. Возможно, природа уже дала нам сырье для создания такой норы. Чтобы создать кротовую нору, нужно управлять силой звезды. Для третьего типа цивилизаций добыть кольца белых карликов детская забава. Увеличив скорость большого количества звезд, можно медленно и постепенно открыть кротовую нору, словно это зеркало из Алисы в Стране Чудес. и стабилизировать ее отрицательной энергией. Также можно создать и кротовую нору. Мичио считает, что овладение искусством создания кротовых нор займет тысячи, миллионы лет. И неясно, возможен ли успех. В 1935-м сам Альберт Эйнштейн предложил концепцию кротовых нор. Но его волновала их стабильность. Можно ли пройти по норе? Это основной вопрос. Нам нужна теория глубже теории Эйнштейна. У нас есть два великих учения. Квантовая теория, повествующая о сверх маленьких объектах, имеющихся в лучах лазера, транзистора и компьютерах. И есть теория о чем-то большом. Теория относительности Эйнштейна. Но если их объединить, получится хаос. Они несовместимы. Нам нужна теория высшего порядка, чтобы ответить на вопрос, насколько стабильны кротовые норы. Нам нужна теория всего. Как большинство современных ученых, Мичио проводит дни, пытаясь ближе подобраться к этой теории всего. Только имея глубокое понимание вопроса, мы осознаем, смогут ли наши потомки пройти по кротовой норе, или же им предстоит исчезнуть вместе с умирающей вселенной. Чтобы пережить Солнце и другие звезды нашей Вселенной, мы когда-нибудь возможно начнем великий круг космического бессмертия. Новые Вселенные будут выращиваться в лабораториях, чтобы потом мы смогли отправиться туда по кротовым норам, процесс который может повторяться бесконечно. Сегодня мы живем во власти Солнца, но обнаружив и изучив законы Вселенной, мы возможно когда-нибудь обретем независимость, станем гражданами не только Земли, но галактики, космоса, а может и мультивселенной. Будем существовать, пока хватает нашего мастерства. инженуэты позволит Субтитры создавал DimaTorzok